И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Главной темой данного видео будут два просчета, которые совершили представители радикального армянства на территории Российской Федерации. Но прежде чем мы приступим с вами к ознакомлению с данными, ошибочными шагами армянства, которые со временем могут привести к ослаблению влияния армянства даже на территории Российской Федерации, я хочу ознакомить вас с небольшим анонсом ближайших видео на своем канале. И прежде всего начать с того видео, которое будет загружено на мой канал в течение где-то пару часов. В том самом видео мы с вами поговорим о складывающейся в Армении крайне нервозной, хотя крайне важной ситуации. Я даже бы назвал ее интригующей ситуацией, которая может привести к тому, что Армения действительно перестанет существовать на географической-политической карте мира. Что немаловажно, что армянство само совершит данное деяние. Но об этом мы с вами поговорим в следующем видео. Также сегодня в 22.30 по бакинскому времени вас ждет прямой эфир на моем канале, в котором мы более широко в частности поговорим о ситуации, складывающейся в Армении, из тех данных, о которых я вам поведаю в ближайшем своем видео. А также мы затронем тему, связанную с ситуацией в самой России. То есть, если так можно сказать условно, те два видео, которые вы сейчас посмотрите и которые будут предварять прямой эфир, будут являться своеобразным общим фоном для тех тем, о которых мы с вами поговорим в прямом эфире. Ну что ж, с анонсом, пожалуй, все. Давайте приступим с вами к главной теме. О каких же просчетах армянства я собираюсь ознакомить вас. Ну что ж, первый просчет связан, как ни странно, с российскими учебниками по истории. И здесь немаловажно, что Россия и, в общем-то, научная сфера России крайне четко отреагировала на ту ложь, которую армянство старалось распространить. Среди российских школьников девятых классов. И быстро поправила данную преступную ошибку. Ну что ж, давайте приступим непосредственно с ознакомлением этого просчета. Для этого послушаем с вами небольшой отрывок из данного видеоролика. Приступаем. В российских школьных учебниках по истории будет исправлена топонимическая ошибка по просьбе Азербайджана. Об этом сообщает агентство Islam News. Погрешность была допущена в двух учебниках для девятых классов. Под авторством Эл Лишенко и Энна Арсеньева. И в том, и в другом случае авторы превратили Нахичеванское и Ливанское ханство в Восточную Армению. Которая отходила России в соответствии с Туркманчайским мирным договором. Заключенным по итогам русско-иранской войны в 1828 году. Хотя на самом деле в документе словосочетание «Восточная Армения» не упоминается вовсе. В этой связи посольство Азербайджана в России... Давайте я здесь остановлю, потому что важный момент. По обращению Азербайджана Россия исправила ту ложь, которую армянство старалось выставить за правду. И продвинуть свои интересы. Не получилось. Но это первый просчет. В следующей же, в данном случае уже статье пойдет разговор о глобальной поражении армянства в российских, в данном случае СМИ. Под удар подставились не кто-нибудь, а Симонян и Киасаян. Их осудили их же коллеги. В частности, постановление касательно их преступных деяний вынесла общественная коллегия по жалобам на прессу. В состав которой входят многочисленные ярчайшие представители российского медиасообщества. Не менее важно, что данная коллегия ответила на обращение от студентов журфака МГУ. То есть от будущих своих же коллег. Ну что ж, дорогие друзья, когда мы слышим такие факты, согласитесь, возникает такое чувство, что Россия старается меняться. Не так ли? Что происходят некие метаморфозы в российском взгляде на Кавказ, в российской политике, в российском мировоззрении. Я уж не говорю о изменении в самом понятии наука, историческая наука, а также работы медиаструктур. Правда дороже, чем мнение, пускай даже весомых личностей, из армянства. Если я не прав, вы можете меня поправить в форме комментариев под данным видео. Ну что ж, дорогие друзья, этот ролик короткий. Я просто не мог не осветить, тире не ознакомить вас с данными, можно сказать, двумя факторами поражения армянства на территории РФ. Законы армянства на территории РФ начинают давать сбой. Ну а мы с вами, конечно же, будем продолжать расследовать, исследовать, я надеюсь, те просчеты и те изменения в России, которые будут происходить в ближайшее время. Во всяком случае, на это хотелось бы надеяться. На этом все. Жду вас у себя на канале. Сегодня, как я сказал, вас ждет еще один видеоролик, а также прямой эфир. Не пропускайте. Всегда ваш Сейдов Камран. До свидания. До свидания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.